Если вопрос идёт о моём мнении о спортивном комплексе трудовой резервы, он же ГАР, который существовал с 1975 года. Дворец спорта создан для подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий, а также для спорта высших достижений. Спортивный комплекс существует уже давно и подготовил ряд заслуженных спортсменов, ну и спортсменов в массовых разрядах. Сейчас стал вопрос о невозможности финансирования в столь тяжёлое для страны время. Но любой спортивный деятель нашего города может чётко сказать, что деньги не всегда правильно из спортивного бюджета области и города делились. Потому что, насколько мне известно, существует областная ШВСМ, городская ШВСМ и ряд спортивных школ, которые, собственно говоря, существовали всегда на бумагах. Структура этих спортивных школ предполагала, что ряд тренировок и спортивная структура рядовали спортзалы где угодно и проводили там учебно-тренировочные занятия. Там под это дело выделялись деньги на фонд организации труда, на аренду спортзалов, на проведение различных мероприятий. Как правило, эти деньги превышали содержание любого спортивного комплекса, который существует у нас в Николаеве. Аналогичный спортивный комплекс «Заря». Он на содержании, как мне известно, у производственного объединения «Заря» и ещё один пламбусин «Вадали». Это третий пламбусин, который в рабочем состоянии находится. И сказать, что денег на его содержание не будет, ну это как-то странно. Потому что деньги для такого спортивного ядра должны находиться, потому что, ну, в буквальном смысле, сотни детей останутся без тренировок. Разрушится такая структура, как спортивная школа высших спортивных достижений по греко-римской борьбе, по боксу, по гребле. Я думаю, что этот вопрос надо решать в конструктивном ключе и изыскывать средства. Сэкономить где-то на каких-то других структурах, но спортивный комплекс, спортивная школа должна существовать в том виде, в котором она существует. Продолжение следует...